Девушки отдыхают Значит, ты оставил записку в шкафчике? Ага. Ведь я знаю твой секрет. О, нет. Хорош, чувак. Ты серьезно думал, что ты сможешь утаить от лучшего друга этот секрет? Шарлотта знает. Я о себе. О, нет, нет, нет. Я, я, я. Хотел... Так, слушай. Не вздумай никому об этом рассказывать. Никогда. Как мой друг, ты должен обещать сохранить этот секрет. А, если я твой друг, почему так выходит, что я узнаю правду от тебя от других? Дело в том... Я... 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 Опять ты мычишь. Я бы тебе сказал, но я не мог... Я не хочу слышать никаких оправданий. О, я пытаюсь тебе объяснить, почему... Что ж... Теперь нет смысла это скрывать. Я слушаю. У нас чрезвычайная ситуация. Да, и не говори. Братья-малачи сбежали из тюрьмы, чтобы поучаствовать в гонках на выживание. А, я понял. Встретимся в пещере? Нет. Лучше я прилечу за тобой на чел-вертолет. Договорились. Это был капитан Чел. Голографический. Он с тобой говорил. Да. Это я. Джаспер? Что ты тут делаешь? Угадай, где я был. В супермаркете. И угадай, что я купил. Этот стейк. Слушай, прости меня за... Он дал тебе мясную пощечину. Жесть. Генри? Да? Это растение меня пугает. Мужик, у нас полно проблем, помимо растения, которые хочет пить. Почему Рэй женится на леди, которую сдает несколько часов? Может, у нее есть батут? О, а вот и мой друг Генри. Может, он присоединится к нашему подкасту и поговорит с нами о ведрах? Или нет? Нет. Итак, Рон, значит, все, что ты знаешь о ведрах, тебе рассказал твой отец? Именно так. Мой папа – настоящий специалист по ведрам. Ясно. Я слышал, он снимает документальный фильм. Да, конечно. Ну что ж, до новых встреч. А на прощание я вам посылаю... ведра любви. Ну, боже. Эй, отлично получилось. Ой, черт! Что теперь? В течение одного часа все смогли скачать новое видео Джинджер Фокс бесплатно. А теперь придется платить. Спасибо тебе, дорогой Джаспер. Знаешь, Пайпер, у тебя явно большие проблемы. Прекратите их, Пайпер, все! Она больная! Лучше уйди! Ладно, пошли, пошли! Это еще не все, Джаспер! Ты заплатишь в этой жизни или в следующей? Ну, давай, можешь мне улыбнуться? Он меня плевал! Ладно, ладно. Ничего страшного. Сейчас я все вытру. Тут совсем чуть-чуть. Генри. Джаспер. Привет, Гвен. Э-э-э, Джаспер, не хочешь сходить в туалет? Я уже ходил. Тогда иди в туалет и послушай там свой любимый альбом «Селинзион». Сейчас! Эй! Я могу быть моделью? Обувной? Может, пройдемся по списку для моего дня рождения? Давай. Нет. Нет. Но я пригласил 50 человек, но пока никто не ответил. Интересно, почему? А они бывали на твоих вечеринках? Да брось, не так уж они и плохи. Рождество. Три года назад 15 детей в итоге оказались в больнице. Из-за твоей индейки. Суши из индейки. Мальчик едва не умер. Едва. Ладно. Тот, кто поможет мне найти подработку, получит эти красивые шишки. А зачем тебе работа? Чтобы стать ответственнее, набраться опыта. Нужны деньги? Да, нужны. Хорошо. Так что будем делать с днем рождения? Ах, сейчас я точно кого-то шлепну. О, он что, банановый? Это банановый кекс. Генри, не глотай этот кекс. Генри, это опасно. Генри, скорее пылью. Используй этот пылесос. Ну, пылесос. Вот так. Давай, убью мой. Эй, пусть он съест этот кекс. Эй, отстань. О, нет! Я умею делать дыхание рот в рот. Я должна его поцеловать. Эй, он мой лучший друг. Генри, Генри, ты как? Я? Я тебя люблю. Провальная вечеринка. Пойду лучше наверх, спрячусь в кладовку и обниму кошку. Простите? Мой чел-фургон сломался на улице. И я решил зайти в этот дом и спуститься в подвал. Боже мой! Ты... Ты капитан чел! Спасибо! Ты мой герой! Разумеется! И мой тоже. Я Шарлотта. Здравствуйте, мистер Кэп. Качитан Пэл. То есть... Хватит. Простите. Э-э-э, я Генри. Рад встрече, Генри. Эй, капитан чел! Да, вопрос. Можно ударить вас по голове битой? Э-э-э... Нет-нет, пусть ударит. Вау! Но запомни, малыш, никогда этого не повторяй, потому что обычные люди могут сильно... Ура! Вау! Я речь не закончил. А это больно? Да! Но я в порядке. Ну, я пойду вызову тягач для своего чал-фургона. Ну, у моего друга сегодня день рождения. Да-да, у меня. Можете остаться с нами, если хотите. А суп будет? Я принесу. Тогда я с радостью тут останусь. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Э-э, капитан чел? Да, мальчик? Что, если Джаспер позовет друзей из школы и скажет, что ты здесь с нами? Да, можно? Конечно, рад пригодиться. Да! Вау! Спасибо! Это самое классное, что было в моей жизни! У тебя руки всегда такие потные? Да, сэр. Он от этого таблетки пьет. Что ж! Они не помогают. Джаспер! Привет, Пайпер. Ты что, был в нашей ванной и брал мои щипцы для волос? Да, но я... Не кричи на моего Джаспера! Он мои щипцы испортил! А-а-а-а! Она пыталась мне ресницы вырвать! Пайпер! Ты обидела мою любовь! Да! И я только вхожу во вкус! Нет, нет, нет! Не могу не получать! Нет, хватит! Убей правильной версии для волос! Пайпер, перестань! Нет! 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 А-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Генри, что с тобой? Ты в порядке? Да. Да, вроде бы. Э-э, Джаспер? Да, только не обнимай! Обнимать? Фу! Фу! Стоп! Ты больше в него не влюблен? Влюблен? Что? Нет! Нет! Ясно! И это просто супер! Ты о чем? И почему Генри меня больше не любит? Я думаю, когда Пайпер начала тебя бить, это очень разозлило Генри! И что? Когда ты чувствуешь злость, мозг выделяет определенный набор веществ! О-о-о! О, ясно! Значит, получается, что злость вытеснила любовь, так? Да, выходит так! Ясно! Значит, теперь надо сделать так, чтобы Рэй испытал злость! И он разлюбит Гвен? Но как? Как мы его разозлим? Ты можешь его оскорбить! Это мысль! Да брось! Он тебя убьет! Это слишком большой риск! Ну, кто-то должен это сделать! Нет! С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! Поздравляем тебя, Джаспер! С днем рождения тебя! Кексы! Загадай желание! Да, загадывай, давай! Зачем на свете! Ну, все, включай свет! Эй, а где капитан Чел? Да, где капитан Чел? Он ушел! Ну, почему? Наверное, пошел по своим супергеройским делам! А еще ты ему убитую голову сломал! Ну, да! Эй! Не надо грустить! Мы с Шарлоттой кое-что принесли! Что? Смотри! Это же то самое ведро! Это же бочка! Включите кто-нибудь музыку! Ха-ха! Ты доволен вечеринкой? О, да! Хоть и боялся, что ты не придешь! Да ладно! Я тебя никогда не брошу! Мне надо бежать! А-а-а! Когда вы берете скальпель, главное, чтобы разрезы были ровными, но не глубокими! Следите за эпидермисом! Привет! Привет! Что смотришь? Натуральная хирургия! Не поняла, что это такое? Показывают операции без анестезии! И без обезболивающего? Да! Видишь, сейчас ему делают шунтирование! А-а-а! Ха-ха-ха! Эй, Генри, зацени-ка передачку! Что в чашке? Кофе! Чтоб не отрубиться! Нет-нет-нет-нет-нет-нет! Что? Эй, отдай! Тебе тринадцать! Нельзя пить столько кофе после школы! Шарлотта! Чашка просто громадная! Но мне это нужно! Да что с тобой? Ничего! Просто много всего навалилось! Что, гормоны играют? Твое тело тоже меняется? И тебе странные сны снятся? Мне вообще ничего не снилось, потому что я не спал! А мне снится одно и то же! Мне дарят лошадь на день рождения! Потом приходит Джаспер! И лошадь бьет его копытом! Но в итоге все в порядке, верно? Нет! Одна тысяча! Э-э-э! Именно столько раз ты забывал надеть трусы! Нет! Это было всего раз девять! Десять! Хорошо! Тогда тысяча чего? Подъемов лежа! Я говорю о подъемах лежа! Ты не мог сделать тысячу подъемов. Не подряд. Но я делал по четыре подъема лёжа последние 250 дней. Получилось тысяча! Ого! Хардкор! Ударь! Ударь меня в живот! Ты в порядке? Да. Я только отдохну на полу минутку. Хорошо. Убери руку. Пайпер, можно там потише? Не учи меня жить, Генри! Автор идеи Эллен Джи Велкман. Мощный сериал! У меня в груди всё сжалось. Я потею? Сильнее обычного. Используй платок. Точно, платок. Нет, серьёзно, это была лучшая серия. Точно. Сопудов. Ну, мне грустно. Почему? Осталась всего одна серия ходячих трубаков. Я не хочу, чтобы сериал кончался. Ты что, плачешь? Нет. Просто глаза потеют. Платок. А, да. Эй, я читала, что в следующей серии они покажут... Эй! Пожалуйста, ничего нам не говори о последней серии. Никаких спойлеров. Я просто хотела сказать, что после последней серии они повторят весь сериал заново. О-о-о. Так что можете опустить свои подушки. Я определённо буду за этот голосовать. А, ясно. Ты тоже? Нет, нет, я буду голосовать за убойный синий бекон. Он классный. Что? Забудь. Жаспер, если... Я сказал, забудь. Оу. Да брось. Ты обиделся, потому что я хочу проголосовать за другой вкус? Я не обижен. Я разочарован. И слегка. Эй! Хотите увидеть прикол? Эй! Кто бросил этот мяч? Ну всё, команды приготовились. Оливер, ты как? Эй, что случилось? Оливер поперхнулся. Оливер! Чувак, очнись! Эй, вы! У вас есть три игрока или нет? Один момент. Генри, ты должен помочь. Я бы с удовольствием, но Рэй запретил использовать суперспособности для таких вещей. Рэй, здесь нет. Но Шарлотта здесь. И что? Если я к вам присоединюсь, ты знаешь, как она на меня посмотрит. Как посмотрит? Так мы будем играть выше тут, или вы будете стоять и целоваться? Мы просто дружим! О, мы просто дружим! Меня зовут Генри Харт, и у меня полно друзей. Ха-ха-ха! Уговорил? Покажем класс! Да! Ха-ха-ха! Бора начинать! Пойдемте, 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 пойдемте! За победой! Я девочка! Правый, левый, так и так. Салфетки складывать, я мастак. Правый, левый, так и так. Салфетки складывать, я мастак. Люблю тебя, чувак. И я тебя. Правый, левый. Я не понимаю. Показываю еще раз. Правый, левый, так и так. Салфетки я умею складывать. Я не понимаю, зачем мы это делаем. О-о-о. Для благотворительности. Салфетки для бедных. Ты же хочешь им помочь. Так ведь? Конечно. Но как им поможет складывание салфеток? У меня нет слов. Думаешь, салфетки им не нужны? Я думаю, что есть вещи, которые им гораздо нужнее. Например, одежда или еда. Ну, а чем бедные будут вытирать рот после того, как они поедят? Только не говори одеждой. Ведь тогда они ее испортят. Как ты не понимаешь? Используй мозг. Нет-нет-нет. Больше всего мне понравились их лица, когда ты увернулся от мячей. А ты видел, как я пнул мяч, и он попал прямо мячу в лицо? И он такой... Было круто. Привет. Ты был просто бесподобен. Что вы обсуждаете? Мы с ним просто... Я написал ему смс, но он мне не ответил, поэтому я... Вроде того. Как поживаешь? Ну, а ты как? Ну, что ж. Я чувствую, что здесь что-то происходит. Но вы не хотите мне говорить, что именно. Нет. Нет-нет. Здесь ничего не происходит. Здесь ничего не происходит, поверь. У меня не было дурных намерений. Джаспер, не вздумай! Оливер подавился шоколадкой и потерял сознание. Закрой рот. И единственным выходом было попросить Генри сыграть. О, просто молодец. Я знаю, ты запретил ему использовать гипермобильность для игры в уши тут, но он это сделал, и мы выиграли. Но теперь я боюсь последствий. Ты нас похоронил. Генри, ты правда использовал суперспособность, чтобы выиграть несчастный матч по вышибалам на батутах? Да, я это сделал. Что? Я... Шарлотта, как ты могла это допустить? Я? Ну, ты ведь у нас ответственная. Я была в уборной. Почему? Что почему? Потому что я пью жидкости. Ну, ладно. Обещаешь больше так не делать? Завтра придется сделать. Что? Завтра придется сделать? Ты меня, конечно, извини, но в мое свободное время ты не можешь мной командовать, поэтому... А-а-а. Ну что ж. Я понял. Ладно. Можешь играть, если хочешь. Правда? То есть ты не против? Нет. Играй, малыш, играй. Что это значит? Ничего. Ну, это прозвучало так... Все в порядке? В порядке? А-а-а. К. К. К.